Приветствую, вы на канале Медвежий Барабан. Сегодня буду обозревать нож производства бренда Востат. Честно говоря, это для меня что-то новое, так как ножей данного бренда еще не было у меня в коллекции. Итак, встречайте, Востат модель Рыкин, что собственно переводится как Енот. Сразу что бросается в глаза, лично для меня, это то, что нож выполнен, так скажем, в классическом стиле. И с виду без каких-либо излишков, но это только на первый взгляд. Что же интересного о нем заявляет производитель? Это складной EDC-нож, который отлично подойдет как для городских путешествий, так и приключений на природе. Легкий и удобный, созданный дизайнером Кевином Юэ. Замок данного ножа Кросбарлок, а рукоять выполнена из Микарты. Далее же обо всем подробнее, поехали! По традиции начнем с комплектации и того, как поставляется данный нож. Приехал нож вот в такой симпатичной коробочке, где на лицевой стороне расположилось название бренда Востат. С правой стороны два стикера, один это штрих-код, а второй изображение ножа. Что же касается комплектации, то здесь она достойная. Первое, что нас встречает, это достаточно плотный чехол на молнии, на лицевой стороне которого расположилась небольшая велкор-панель с патчем компании Востат. Внутри расположился непосредственно сам нож и брендированная салфеточка для протирки ножа. Далее в комплект входит также условия гарантийного обслуживания, карточка с информацией службы поддержки, вот такой стикер-наклеечка, где изображен енот с ножом, который в розыске. И последнее это зип-пакетик с запасными пружинами для замка Crossbar Lock. Согласитесь, когда такой богатый комплект поставки, это безусловно радует. На этом с комплектацией закончили, переходим непосредственно к самому ножу. Рукоять в данном случае выполнена из черной мекарты, но у производителя эти еноты выпускаются аж в 34 модификациях, с накладками из G10, алюминиевыми накладками из материала ультом и с различными формами расцветками клинков. Накладки приятные на ощупь, обеспечивают удобство обращения и без сомнения классный внешний вид. Нож под мою руку среднего размера. К хвату претензий тоже нету. Удобно держать молоточным, обратным и с упором большим пальцем на клинок. Нож это позволяет делать без проблем. А сверху на обухе имеются небольшие насечки для лучшего удобства работы с ножом. Итак, мекарта хорошо обработана. Ничто не цепляется, сама по себе ухватистая и цепкая. В пользовании у меня было очень много ножей, как с мекартой, так и с G10. По итогу заметил, что мекарта все-таки более цепкая, чем G10. Бэкспейсер аналогичный из мекарты. Вся фурнитура выполнена в стальном цвете. На севом никаких логотипов нету. Давайте покажу поближе. Стальные лайнера у нас облегчены по максимуму вот такими небольшими отверстиями. Нож имеет двухпозиционную клипсу неглубокой посадки и средней жесткости, на которой изображен логотип компании. При необходимости клипсу можно переставить на другую сторону. С обратной стороны есть вот такая заглушка в потае, как и само крепление клипсы. Клипсы позволяют носить нож только кончиком клинка вверх. Темлячное отверстие в данном ноже сквозное через бэкспейсер. Размеры стандартные 550 паракорд пройдет с легкостью. На клинке у нас сталь Sandvik 14C28N. Это шведская мелкозернистая коррозийно-стойкая сталь. Разработана специально для изготовления клинков. За счет высокого содержания хрома эта сталь имеет достаточно высокие показатели защиты от коррозии. Кроме того, в ней идеально сочетаются жесткость и вязкость. Лезвие из этой стали достаточно хорошо держит режущую кромку и хорошо поддается заточке. Твердой стали от 58 до 62 по роквеллу. Обработка клинка Satin. Геометрия клинка Drop Point. Позволяет отлично работать по продуктам, колбасам, овощам, да по сути чему угодно в принципе. Замок, как говорилось ранее, Crossbar Lock. Это одна из модификаций замка Axis Lock. Работает превосходно в обе стороны. Клинок буквально в свободном падении. Нож можно открыть при помощи самого замка Crossbar Lock или же за шпеньки на клинке. Но очень удобно. Осевой узел выполнен на керамических подшипниках. Честно, открытие и закрытие впечатлило. Клинок по центру никаких нареканий не вызывает. Далее пробежимся по характеристикам. Общая длина 193 мм. Длина клинка 82 мм. Ширина клинка 27 мм. Толщина обуха 3,2 мм. Вес 90 грамм. По традиции предлагаю порезать бумагу и посмотреть на заточку из коробки. Поехали! По всей длине режущей кромки режет, не закусывает, как говорится. Кончик острый. Заточка из коробки идеальная. Претензий не имею. Время подвести итоги. Востед Енот – отличный вариант ножа для повседневного ношения на кармане. Дизайн сбалансированный и привлекательный. Материалы прочные и качественные. Мне особо нравится плавность открытия и закрытия клинка. Нож хорошо лежит в руке и удобен в использовании. Геометрия же клинка обеспечивает отличные режущие свойства. Плюс к этому нож имеет относительно небольшой вес в 90 грамм. Что касается его цены, то она в среднем составляет порядка 59 долларов, что на наши получается порядка 5200 рублей. Хочу напомнить вам, что я создал новую группу ВКонтакте, поэтому рад буду увидеть вас там. Отмечу один момент, что все мои видео – это мое личное мнение и первое впечатление о тех или иных товарах, которыми я пользуюсь. Выражаю свое восхищение или недовольство ими и делюсь этим с вами, чтобы вы могли делать из этого какие-либо выводы. В общем, мои видео несут только ознакомительный и информационный характер, не более того. Чтобы у вас было представление о данных товарах, вы понимали, нужны ли они вам вообще. Друзья, понравилось видео? Тогда поддержи меня лайком и подпиской на канал. Но обязательно нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Берегите себя и своих близких. Всем спасибо. Всем пока.